И всем привет дорогие друзья, меня зовут Михаил, мы продолжаем Крузер Кингс 2 и в этой части мы попробуем заново устроить войну, еще одну попытку предпримем захватить Мэн и Анжу. Но пока что прошлая наша война не увенчалась успехом, война внутри Англии закончилась быстрее, таким образом они видимо избавились, там один из восставших герцогов попав в тюрьму и война кончилась, к сожалению. Так что нам придется сейчас распустить часть войска, по крайней мере мы пойдем в небольшой плюс по деньгам. Так, а теперь давайте распустим все кроме... Ага. И вот вопрос теперь, можем ли мы ему объявить войну? Опять можем. Все клеймы. Погнали. И начинаем всю зону, заново, что называется. Поднять личные войска. Здесь я думаю мы можем войска спокойно перебросить, отсюда. Поднимаем кораблики. Семь кораблей нам не хватит, к сожалению. Давайте еще и отсюда возьмем. Переведем сюда, эту армию переведем сюда. А этой армии, собственно, не будем ждать, а сразу двинемся. Эти мелкие армии нам там уже никакого не могут вреда причинить. Мы продолжим осаду. В общем-то, приходится осаждать все заново, к сожалению. Но... Это издержки механики, скажем так. Так, тут у нас все готовы. Грузим их на корабли. Грузим на корабли. Этих. Этих тоже. Надо было их, наверное, объединить. Это было бы проще, но... Приплывем в Рен и высадим войска там. Кстати, как там война идет? Хм, герцог Кента побеждает. Нам бы... Не знаю, я половину денег просадил уже на наемников. И если все это будет продолжаться снова, как это было... Не хотелось бы мне это. Знаете, пока что временно эти армии объединим. Тогда у меня было намного больше войск. А теперь вассалы уже мной недовольны. Я не рискую поднимать так много. С другой стороны... Не знаю. У меня к герцогству МИД появились. Претензия слабая. У кого-то из моих придворных. Так, и распустить корабли китая. Ну, тут вопрос только в том... О, счет резко падает. Пожалуй... Мне бы... Мне бы отправить туда шпиона. Тем более, что претензии на герцогство у меня уже есть. Давайте посмотрим. На герцогство у меня есть претензии. Причем на герцогство Лейнстер. А, и теперь я делаю претензии на Акингу. Это немножко странно. Надо сюда отправить какого-нибудь своего советника, чтобы он смотрел, что там к чему. Кого бы отправить? Вот этого, наверное... Давайте сделаем вот так. Посмотрим, что тут у нас. Шесть, восемь тысяч воинов. Да, но это без шанса. Скорее всего, я просто потеряю время. Скорее всего, я просто потеряю время. Тем не менее... Он несет большие потери, когда штурмует эти замки. И... Военный счет явно идет уже в пользу теперь короля. Да, в графстве Леон умер вот здесь. Умер правитель, нам это никак не скажется, я думаю. Семь тысяч воинов маршируют туда. Но тут, скорее всего, уже без шансов. Уэльс особо не ввязывается. Непонятно, почему они никак не создадут королевство Уэльса и не захватят его. Это для меня немного странно. А ведь, чтобы создать, нужно половину земель. Здесь мы видим... Деон и Корнавалл, по-моему, до Юре входят в Уэльс. Так что здесь шесть, и здесь две, восемь. У них уже пять из восьми. То есть они, по идее, могут создать титул. О, Священная Римская империя. Хм. Правителя отлучили от церкви. Интересно. Это немножко все меняет. Это все меняет. 14 тысяч немецких рыцарей меняют в ситуации. Туда я теперь вообще не ногой. Это будет просто потерянное время. О, я смотрю, тем временем, герцог вклад. Кто-то захватывали, я не знаю, только. Мой дорогой король. Я хотел бы поблагодарить вас за ваше правление. Вы так меня вдохновили. Че? Мы вдохновляем людей. Это хорошо, конечно. Как-то немного скучно протекают эти эпизоды. Не считая тем, что, в общем, идет такая война. Но, по сути-то, ничего не происходит. Я просто наблюдаю. Я ничего не решаю. Я просто... Ну, конечно, решаю, куда двигать войска. Но, по сути, я не управляю тем, как все это движется. Что у них тут? 14 в сторону короля уже. Но, пока что... Я смотрю, он сдался, что ли? Похоже, отлучение от церкви. Да. Я признал, что был неправ. И война с немцами кончилась. Хм. А вот здесь мне бы стоило вклиниться, наверное. Вообще, надо побыстрее выбрать Анжу в осаду тоже. Пока они не набрали много войнов. Ну-ка. Давайте-ка их разделим. Так, эти все в одну армию. Все остальное в другую армию. 1400-1700. Отлично, 1700 прибьют сюда. Наш сын-наследник умер от полученного ранения. И теперь наследовать будет внук напрямую. Что довольно печально. Он ему 13 лет, и он... Трус. Общительный трус. Ну что ж, ничего. Маленькая победа. Которая вообще не дает ничего абсолютного. Управит сейчас регент. Ну, в одном из неплохих отношений. Что сгодится. Сады удлиняются. Да мне, в принципе, все равно. Я чувствую, что, скорее всего, ничего из этого не будет. 41% в сторону короля. Нет, ничего не будет. С другой стороны, я смотрю, что у него... Он так-то много и войск может поднять. Как у него отношения с вассалами? Кстати, довольно неплохие. Возможно, мне удастся и просто так... Войну объявить ему и выиграть. Насколько можно уже. По сути-то. Мэр этот уже от нас просто... Хотя нет, отношения улучшаются потихоньку. Совершенно я не засёк время. Я не засёк время. Буду считать от этого момента. Пожалуй, побыстрее бы ещё пустить. Ага. У него кончилась война. Отлично, отлично. Наши претензии остались действительными, потому что правитель не сменился. Значит, мы продолжаем. Нужно только следить за тем, чтобы... Армия, которую он соберёт... Ну, тут три тысячи... Да, он собирает в армию, чтобы дать мне сдачу. Соответственно, резонным будет... Тут недавно есть завоевание. Вот ещё какие-то королевские владения. Интересно, за что сел герцог нормандский. Нам нужно прикинуть, сколько войск нам понадобится. А так понять-то сложно, в общем-то. Конечно, я могу поднять ещё три с половиной тысячи. Но подозреваю, что его даже... В этом случае будет побольше. Главное не проворонить момент. Вот сейчас они уже, скорее всего, грузятся на корабли. Поэтому от греха... Конечно, я опять забыл нажать Ctrl, я такой молодец. А вот этих, наверное, ребят, тоже соберём. Даже корабли здесь поднимем. А вот эти все помаршируют сюда. Так, вот так. Тут тоже победа. Ну, объединить. Посадить на корабли. Поплыли вот сюда. Хотя нет, лучше в Нанд. Он, да, он погрузил воинов. Порядка пяти тысяч воинов он погрузил. Так что нам нужно собраться в кулак. Стоять будем в Нанте. Так, мой повелитель, мне удалось сфабриковать претензии на килдар. Мы получаем графские претензии на графство. Так. Ну, я не вижу, если честно, смысла, потому что наш король уже очень старый. Вряд ли мы успеем им воспользоваться. Так что нет, я не буду им пользоваться. Я вообще этого отсюда, наверное, уберу. Просто, коль скоро у нас есть претензии на лейнстар, то нам нужно передвигаться в Осаре. Это будет более логично. Так, в пятьдесят галер высаживают наши войска. Войска короля. Значит, их там чуть меньше пяти тысяч, правильно? Вот эта армия тоже нам, кстати, пригодится. И я думаю, все-таки склоняюсь к тому, чтобы взять наемников сейчас. Еще раз. Например, вот этих. Вот так вот мы сделаем. Не успел. Вот я... Спустить их уже не выйдет. Четыре тысячи войнов. Но с четырьмя тысячами я справлюсь. Они, конечно, отступят. Так. Он марширует сюда. Придет 23 июня. Я не успею уже отвезти армию, к сожалению. Прошляпываю я опять все на свете. Так. Три тысячи тут. Давайте назначим сюда каких-нибудь командиров. Пойдем ему на выручку. Он еще войска привез. Еще четыре тысячи. А вот это уже... Пахнет жареным, что называется. Не хотелось бы это проиграть. Давайте сначала сюда. Присоединимся тут. Здесь наши проигрывают. Даже при том, что у нас такой численный перевес. Семь тысяч он присоединил в две армии. Ооо, это... Пахнет жареным, конечно. Все, я испортил как мог. Хотя все могло получиться. Так. Ну-ка, отступаем. Мы против семи тысяч. Хотя в Анжу у нас будет преимущество территориальное. Конечно. Нет, ничего не выйдет. Они просто нас сокрушили. Еще нашего посадили в тюрьму. Очень печально. Так, сейчас мы отступим в Нант. Распустим все эти войска. Встанем в Рен. Пока он осаждает. А, он взял штурм. Так, еще шесть тысяч воинов у него есть. Хм. Если я сейчас соберу... То у меня, конечно, столько не выйдет. При всем желании. Столько войск я не смогу собрать. Так, здесь корабли, здесь корабли. Пятнадцать кораблей. Как раз этого должно хватить. Вся беда в том, что он сейчас не остановится. То есть, если он соберется... Нас бить... То... Он не остановится. Он захватит все наши земли. И мы, в общем, больше потеряем. Чем приобретем. А это что за... А, ну да. Он еще высаживает войска. Да, когда я сказал, что я... Вытяну против короля, я, конечно, погорячился. Все-таки у него больше земель. Давайте-давайте, ребята, собирайтесь. Он сейчас здесь высадит армию. И она мне перережет вот этих. Потому что нам надо стоять тут. А, он высадил мало воинов. 26 ноября. Мы опять не успеем отойти. Не успеваю следить я за всеми этими. Не успеваем. Ну, тут бессмысленно сопротивляться. Мы, конечно, потерпим поражение опять. Он нас сомнет числом. Тем более, у него... Намного талантливее покалываться есть. Нам остается только еще войск подвести. Я, конечно, могу попробовать найти союзников, но что-то как-то не получается. Нет такого предложения. Так, ну, у него штрафы, конечно. Встаем в нант. Опять мы тоже идем в нант. Хитрый план. Прямо сейчас мы вызовем наемников. А, они купятся не тут, а в другом месте. Логично. Это пофиксили, значит. Ну, и еще вот этих мы наймем. И наймем кого-нибудь еще. И вкинем их туда. Прямо. Сходу. Надеюсь, мое продержится до того, как эти ребята придут. Нет, не продержится. Какого они придут? Тридцатого. Да вы шутите. Мне по деньгам хватает на содержаниях. Так мы тогда постоим немножко. Ага. И в армии идет в нант. Довольно печально. Мы, в свою очередь, пойдем в обход в Анжу. Этих можно распустить. Когда я в армию приду? 2 января. Мы 2 января уйдем из нанта. Скорее всего, нас тут разобьют. Тогда пойдем в Ванес. Возможно, выйдет быстрее. Да. Так, он теперь поворачивает на нант. Все равно на нант поворачивает. А мы пойдем сюда. Так, теперь он возвращается в Рен. А мы этой армией встанем в Мэн. А этими на меня соединимся. Так. Уже неплохо. Нет, денег я все-таки теряю бешеное количество. Так что... Пум-пум-пум. Он придет в Рен 14 января. И не успеет от нас сбежать уже. Нет, он сбегает все равно. Он сбегает в Анжу. Тогда так. Мы встанем в Анжу. Какие границы-то с Реном? Со всеми... Со всеми провинциями на границах? Тогда нам нужно успеть занять до прихода его сил. Это единственное, что можно обхитрить таким образом. Встать на провинцию раньше, чем они. Задержали. Отлично. И теперь мы выступаем. Это единственное, что я могу сейчас придумать. Давайте посмотрим. Есть у нас более талантливый полководец, чем этот. Особо нету. Девять самый высокий навык у нас, к сожалению. А, ну... Могу сам встать. Все, поздно, парень. Не сбежишь. Хотя пусть он лучше идет в Мэн. Какого? 7 февраля ждем. Все. Попался. 18 февраля... Как 22-й-то, ну? Ну что-то такое-то. Так не бывает. Вот все, теперь точно попался. Но мы поднесем большие, огромные потери. Что мы поднесем здесь? Сейчас. Если мы не победим... Да он сбежал опять. Ну как так-то? Вы, наверное, издеваетесь. Тогда... Коварный план. Возьмем вот это мелкое оборонство. Кинем его туда. Засранский засранец. 20 марта. Он не должен... Почему он убегает все время от меня? Он не должен уйти. Попался. Все. Сейчас мы либо победим... Либо проиграем. Главное, чтобы деньги не закончились раньше. А, они могут. Ну, кажется, нашу берет. Мы проломили ему центр. Все, фланг смяли. Все, наша взяла. Наверное. Похоже на то. Так, у нас осталось тысяча воинов. Теперь... Мы выкидываем сюда всех наемников. Вот этих. Вот этих. И вот этих. Четыре тысячи воинов. И распускаем их. Теперь отправимся вдогонку. У меня, кстати, надо бы сюда камни поставить. Не помешало. У нас, кстати, кто-то в Совете. Помнишь. Так что надо бы назначить еще другого человека. Так. Опыт двойных действий увеличился. И мы можем выбрать себе как-то улучшение. На чем сфокусироваться. Так. Либо мы будем получать бонусы в защите. Новые тактики. Или... Скорость передвижения. Конечно, скорость передвижения. Что издеваетесь? Убегать и догонять быстрее остальных. Это же вообще прекрасно. Так. Он отступает в Анжу. Тут мы его и хапнем. Так. Мы проиграли очень много в битвах. Он нас разгромил несколько раз. И это... Очень плохо. У него вот этот вот парень просто очень хорош. Граф Дерб. Ох, мы были ранены. Проклятие. Так и помирить недолго. Победа. Так. Ну давайте в Мэн. Теперь уже мы не тратим деньги. Так что будем преследовать его до последнего. Войны эти идут и идут. Деваться от них некуда. Но... Я полагаю, что я теперь смогу им пересобрать еще войск, наверное. И у меня целиком уничтожили одно из ополчений. Направляемся следом. Но сейчас его формировать нет смысла. Сколько там сидит воинов? 598. Все, сейчас мы разобьем остатки. И уже больше я не буду с данным гоняться. Мы встанем здесь в осаду. Почему-то военный счет этот не идет в нашу пользу. Вторая бретонская война за герцогство Анжу и графство Анжу. Так, все. Война продолжается. Спор о престолонаследии у них там пошли. Он еще собирает войска. Довольно рискованно. Да, давайте посмотрим, сколько у нас осталось своих собственных войск. ополчей. Вот, на это наши две... А, нет-нет-нет, где это? Всего-то полсотни воинов. Все остальное предоставили нам вассалы. Тысячу воинов нам предоставили вассалы. Ну, что ж я могу сказать, нужно бы... Тут идет 800. Нам нужно их встретить. Пожалуй, я все-таки поставлю еще формировать одно ополчение. Какое? Какое-какое? 400 лучников из 100 нет. 300 копейщиков. 200 лучников. У меня еще смешников совсем много, а лучников много. На этих мне не хватает уровня. Ну, то есть, должно быть несколько больше коэффициентов. Давайте возьмем хотя бы этих. Отведем их немножко. Так, вот их уже стало... 1300 воинов. Наша армия тоже, конечно, пополняется медленно. Мы выиграем осаду раньше, чем они закончат. Так что... Нам нужно ночного маршала. Вот этого. Ух, как. Все-таки при автосохранениях он, конечно, знатно нормально. Ну, так. У нас сожденных начался голод. Что там у вас? Новых никаких не началось проблем. А, немного другие у них споры. Я невнимательно сначала прочитал. Король претендует на герцогство Йорк. А... Ни в коем случае это не претензия герцога на корону. Наоборот. Теперь мы известны, как король старый. Хорошо. Давайте перейдем в мен. Посмотрим, будет ли у нас от этого штраф. Конечно, будет. Но делать-то нам особо нечего. На фланг он нужно назначить на нашего нового маршала. Надеюсь, мы победим. Вряд ли. Нет, мы не победим. Он нас уничтожил просто. Хотя... Нет, нет, нет. Мы отступим. К сожалению. Тем не менее, сейчас мы пересоберемся в Рейне. И сможем... Наша армия немножко пополниться. Мы установим боевой дух. Странно, что счет так сильно капает при его победах в сражениях. Смотрите. Целых три с лишним процента. То есть он получил больше за победу, чем я получаю за то, что оккупирует территорию. Вали давай. Мои земли по праву. Он, конечно, теперь пойдет в Рейн. Но он не сможет ничего сделать. Оттуда он пойдет в Анжух. Вот там он уже что-то сможет сделать. Поэтому мы пойдем ему навстречу. Так. Нет, так продолжаться не может. Нам снова нужны некие наемники. Ух ты, кто это именно на нем? Алжир. Так продолжаться не может. Как только... У нас армия станет чуть больше. Сколько нам здесь нужно, чтобы ввести осаду? Хотя бы 700 воинов. И столько же нужно, как минимум, столько же нужно, чтобы напасть. Хм. Грусь, печаль. Можем еще войска здесь собрать? Нет. Не можем. И больше ополчения дружины я тоже не могу снять. Но зато я могу еще поднять. А вот как мы сделаем сейчас. Поставим армию в Нант. Поставим армию в Рен. Все-таки у них началась еще одна война. Ха-ха. Эти подняли второй бунт. Это нам на руку. Точнее, сейчас это на руку им, а не нам уже. И это довольно печально. Сейчас мы его разобьем. Вот эту армию мы объединим. И мы сделаем вот такое движение, от которого он, ну, никак не сможет уйти. Просто ему некуда деться будет. Мы заболели. Возьмем амбицию на улучшение маршинских своих навыков. И мы выздоровели. Это хорошо. И у нас восстановились маршинские способности. Это хорошо. Так. Я раскрыл заговор, в котором граф Леон-то хочет сфабриковать претензии на Герцогскую Британь. Ах ты такой сякой негодяй. Некуда мне тобой сейчас заниматься. Фабрикуй свои претензии. Потом справимся. Он, конечно, не хочет. А вот на Белый мир он согласен. Ясное дело. Так, мы получаем по 75 солдат в месяц. И сможем набрать аж 5,5 тысяч воинов. Что не может, на самом деле, не радовать. Так. Пуат-Алузиан по-прежнему в составе Франции. Это не может не радовать. Тем временем, как продвигается здесь война. 3% в сторону Герцога Сомерсет. Это хорошо. Теперь пошла оккупация в нашу сторону уже. Займет много времени. Давайте закончим на этом серию. А в следующей серии продолжим. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok